добрый день уважаемые садоводы сегодня я буду поделюсь с вами мыслями о дальнейшей судьбе моего коллекционного сада инжирного буду делать это на фоне сбора вот такой интересной плодовой культуры как фейхоа и как закончу собирать кустик всего один который хорошо отплодоносил в этом году небольшой кустик соберу быстро и потом перейду дальнейшему сбору киви киви уже в этом году с двух лиан которые были посажены в 2013 году уже произвел сбор 160 килограммов и где-то еще на килограммов 60-70 соберу на отметку на 250 выйду этого вполне хватает и угостить знакомых соседей обеспечить родственников киви у нас хранится долго в отдельные годы до мая месяца холодной комнате закладываю в ящики но и в течение зимы перебираем мягкая на выборку то есть на стол но сейчас я приступлю к уборке фейхоа вот такой небольшой кустик фейхоа вообще собирает земли но так как уже погода хорошая им первые полетели уже плоды они просто на крышу падает вот это у меня бывшая будочка собака здесь стояла сейчас всякий разный хлам хранится который гниет на открытом воздухе я просто сейчас собираю плодики вот видите они разнокалиберные то есть размер разный если покрупнее есть помельче это все семенной то есть фейхоа если вы решили заниматься этой культурой заморачиваться не стоит выбирайте на рынке в плоды если они вам понравились по вкусу то смело сеть и семена уже семян получается вот такие замечательные кустики есть люди которые грезят сортовым фейхоа я смысла не вижу заниматься также как и рекомендую многим особенно за пределами южного федерального округа выращивать земляну из семян то есть если вы посеете грубо говоря 20 семян и вы получите примеру 15 растений то половина из этих 15 растений будут у вас с крупными вкусными плодами кстати с очень сложно увидеть плоды фейхоа потому что они сливается с листом так сливается что бывает смотришь на ветку думаешь там ничего нет а по факту как говорится куча еще плодов висит почему я решил поговорить об инжире сейчас объясню основная культура которую у меня спрашивают которые черенки которые приобретают это инжир и так как я уже свою коллекцию фактически собрал если что-то и появится у меня это не более трех четырех сортов перспективе больше не хочу приобретать почему потому что на данном этапе новых сортов как таковых очень мало и они в основном не самоплодные это находки садоводов в калифорнии где очень жарко и там часто бывает что на дикарях бывают неплохие не самоплодные плоды и вот эти сорта формы люди у себя высаживают но опять же продавцы скромно молчат что это эти сорта требует опыления но при этом выставляет черенки и саженцы на продажу на своем американском инжирном форуме вот аж по голове мне тут сейчас плоды стучали их не видел сначала инжирном форуме выкладывают и люди приобретают в конечном итоге климатических зон где нет осы бластофагии конечном итоге разочарованные выбраковывают или используют как уже эти сорта формы как по двое для самоплодных сортов что же касается моего сада почему у меня такие мысли возникли сейчас объясню это осень была характерна тем что я принял немного заказов быстро их выполнил и еще хочу подождать весны а там приму для себя решение то есть я видимо сокращу количество сортов уделю внимание другим культурам потому что у меня есть желание высадить побольше озимины на участке потому что я получил новые сорта они меня вполне удовлетворяют качество плодов очень даже ничего и мне интересно будет поработать с ними есть у меня еще одна культура такая как гранат хороших урожаев нет но кусты уже набрали неплохую вегетативную массу и буду экспериментировать с удобрениями минералкой то есть путем путем добавления хорошего количества фосфорных удобрений я хочу добиться хорошей урожайности как граната так и фехуа то есть у меня кусты уже набрали хорошую вегетативную массу то есть вот этот вкус у меня небольшой кстати вот вы его весь видите есть два куста гораздо больших но на них в этом году плодов на дно вообще нет на втором было немножко то есть не совсем как говорится меня удовлетворяет такой расклад вещей на сегодня вот они видите я собираю они отлетают плодики про фехуа могу сказать плоды бывает разные но как показал мой опыт когда я впервые заинтересовался этой плодовой культурой плоды вкусные у нас на чпк это в пределах 50 грамм кожица должна быть тонкая плоды размягчается сейчас они твердые дома полежат пакетики там недели две-три может бывает неделю и они становятся мягкими готовы к употреблению вот видите я говорю что очень плохо видно не все плоды с первого раза видишь и срываешь то есть что-то можно пропустить но тут не страшно у меня они опадут на шиферную крышу и как говорится я их найду они никуда не денутся выбор плодов на семена берите с тонкой кожицы и когда семена берите из таких плодов которых нет твердых таких сказать вкраплений они бывают до трех четырех до пяти до шести миллиметров их еще называют у их у плодов фехуа камни это твердые такие неприятные когда плод вот например кушаешь употребляя что мякоть должна быть однородная мягонькая вкусная то есть еще называет ананасы гуавы этот флот эти плоды но такой-то у меня что урожайчик случился полтора килограмма нам поесть супруга хватит вполне но сейчас я наверное кустик обобрал все рассказал вам о фехуа разговор о инжире о своем саде я продолжу сейчас перейдя к сбору киви то есть я перейду сейчас на другой участок здесь я сейчас пока прекращу съемочку и включу снова когда перейду к сбору вот и говорил что плохо видно вот они на самой макушке еще клодики но уже не крупные такие остались я их проглядел еще по моему один там это совсем уж мелкий пока тянул ветку потерял и делами есть а вот очень я перехожу на другой участок сада и там я вам продолжу продолжу свой свои мысли вслух о перспективах инжира моем саду вот видите все никак не могу уйти от фехла вот видите какой какие два плода я не смог сразу ведь там еще один вижу но там далеко и не дотянуть до него час отсюда на обходить кустика что обойду попозже и вот еще три плодика пропустил тоже сейчас собирают пять плодов уже как говорится проглядел у меня простительно такой возраст уже и работаю в очках но все я пошел киеве ну вот я перешел другую часть сада сейчас вам покажу как собираю киеве но пока буду собирать хотя вот одно ведерко покажу что я делаю первых чтобы добраться на киви я сейчас лишний лес вот здесь уберу чтобы мне было проще собирать и и второй момент я добиваюсь этим той ежегодной формировки при уборке киеве которая мне позволяет держать мои лианы в тех размерах которых позволяет участок то есть чтобы собирать было легко и как видео там вверху есть у меня плоды к ним придется уже подбираться с помощью стремянки то есть лесенку придется ставить лазить и там естественно уборка не очень комфортно и медленно идет сейчас буду уже собирать вот тут первое покажу вам не счет лис мешает я убираю потому что плохо видно ну и тянуться к ним бывает тяжело тут сухие веточки попадают прошлогодние там даже не прошлого года бывают и позапрошлого опять же лишнее убираю многие делают совершенно другие по-другому культивируют киви меня устраивает этот способ почему потому что то урожайность которая существует у меня в саду я практически такой урожайности ни у кого не вижу не здесь у нас на чпк не других регионах россии и украины в районе одессы но ты начал собирать просто смотрите это сорт бруно 80 90 грамм плоды бывает и мельче в этом году уже 34 ведерко собрал мелочи опять же раздаю по соседям соседи с удовольствием забирает не знаю почему киви не выращивают массово в нашем городе это культура которая не требует никакой обработки от вредителей никаких инфекционных заболеваний нет вот в таком любительском садоводстве промышленном я читал что там применяют удобрения дождевания там вообще-то дорогой процесс довольно таки а у меня просто ставлю капельницу где-то два-три дня под один корень капает корень вот у меня где вот он видно его сейчас хорошо там вот ведро мне для мелких плодов стоит отдельно но тут я пришел с ведром потому что в основном здесь крупный плод здесь то ведро мне не нужно ну что же собираю киви и продолжу про инжир по инжиру я скажу так число сортов видимо в саду я под уменьшу а буду дожидаться в предложении от наших фермеров фермеров абхазии есть предложение у меня из казахстана узбекистана потому что там уже мое имя известно качество черенков и вполне удовлетворяет на некоторых ресурсах можно уже отчеты почитать фотографии выкладывать люди тех сортов которые посылал им и видимо я буду выходить на международный рынок у меня сейчас много вопросов задают из европы потому что видят мою коллекцию на фейсбуке тоже регулярно там обновляю фото некоторые люди смотрят контакте кто с русским языком знаком в одноклассниках некоторые люди опять же кто русский язык знает заходят смотрят мои фото видео материалы и буду работать с ними то есть как только заработает ебэй платежная система восстановится возможно начну управлять туда черенки но опять же это будет недолго потому что у меня уже такой возраст что сегодня здоровый пока могу заниматься садоводством а завтра кто его знает как все сложится может уже и не смогу помощников у меня нет и не планирую кстати здесь народ аборигена их называю хотят получать много денег при этом практически не работать но так не бывает то есть экономика вся построена на том что если ты хорошо и много работаешь я всегда будет доход опять же в какой сфере работать и все зависит еще от квалификации то есть это грамотные айтишники сегодня айтишники у нас в цене платят им хорошо фирмы то у них и высокая зарплата в сельском хозяйстве естественно нужны объемы или вот заниматься такой коллекционной какой-то работой селекционной тогда конечно доход какой-то будет а так чтобы вырастить инжир саженец того же испанского сорта бнр а потом продать его за 50 рублей через авито да извините меня просто трудозатраты превысят такую как говорится ерунду и смысл пропадает полностью уже заниматься садоводством то есть проще как говорится получать пенсию дурака валять он на рыбалке как говорится предаться вечному отдыху и проживать на проедать пенсию как говорится пенсия правда невелика но опять же супругой мы еще пока работаем небольшой торговый бизнес нашей семье вполне хватает вот тут у меня попадают плодики которые птицы пытались наклевывать сейчас поближе покажу то есть вот это называется не съем так над кувшу опять же ничего страшно в этом не вижу вчера заказал в понедельник привезут прибор для отпугивания птиц то есть в этом году инжир хорошо атаковали некоторые сорта не удалось ни на фото не на видео снять которые вот еще ну сорта мне новое есть же из италии получал из америки не все еще сорта плодоносят и буду этот прибор летом испытывать поможет не поможет брать другое дело взял ультразвуковой чтобы не было никакого шума на участке чтобы не страдали не соседи не ничего то есть мощности такой шу именно на мой сад по площади хватало потому что другие модели уже для промышленных садов там цена ценник очень высокий там под 1000 долларов то есть меня уже не устраивает такая цена у меня инжирный сад всего-то на трех сотках остальные там у меня посажены оземена граната то есть гранаты вот фихва несколько кустиков есть так но от сами видите как идет процесс довольно таки весело но это опять же я скажу почему он здесь идет весело если я убираю на участке где более менее ровная земля и клады на уровне пояса груди и собирать легко а вот где высоко там не придется уже и резать много лишних веточек приходится терять на что время но с другой стороны как по-другому никак это естественно как говорится работа а по инжирам сейчас еще до расскажу что мне предстоит в этом году дали не в этом году а весной а какие какая большая работа меня некоторые инжиры достигли маточные кусты размера высоту трех трех с половиной метров естественно я буду укорачивать до двух метров потому что летом будет прирост опять же где-то полметра некоторые сильно рослые сорта и метр дают и как говорится они друг друга начинают затенять начинает затенять ветки вытягиваются плодов мало то есть мне нужны нормальные компактные кусты чтобы мог спокойно без всяких там лесенок ходить сад у меня инжиры на склоне там очень легко получить травму то есть неудачно стал или скатился по склону по траве все травма и ты уже не способен делать ничего и очень буду сильно чикать чаще рынков там поставлю может и на наукоренение я же надо смотреть какие сорта можно ставить какие смысла даже и нету я не собираюсь конкурировать с нашими инжироводами которые живут на кубани у них там земли немерено а у меня наоборот и земля у них ровная то есть они к там вполне могут получать даже неплохие урожае это соседи кто-то ходит и цели у нас разные с ними они стараются получить побольше плодов а мне я получить хочу плодов столько чтобы только вам показать на фото видео ну и в себе немножечко заготовить в этом году посушил где-то чайных пачек у меня есть штук десять заготовил для соуса мне хватит как говорится больше тайны ну я наверное рассказал вам все если какие-то вопросы возникнут задавайте в комментариях отвечу стараюсь отвечать на все комментарии но бывает такое что не принести видео приходят уведомления то есть если я уведомления не вижу естественно проходит это месяц-два естественно я не могу ответить на тот вопрос который уведомление не увидел по каким-то причинам я не знаю что это за причиной почему не на все комментарии от читателей приходят уведомления на какие-то приходят на какие-то нет знаю почему чем это связано небольшой как говорится знаток компьютера ну вот видите ведерочка собрал в этом ведерке порядка 9 килограмм мой думаю наверное можно и прекратить видео как говорится если кого-то говорю еще возникли вопросы задавайте отвечу ну сейчас я наверно отключусь всем успехов садоводцы